Вот. Это они только открыли, только сдали. Это деревяшки в перекрытии остались, вот. Если вы будете гореть, это все придет к вам. Красивые брошюры. Еще одна проходка обвалилась, да. Ломается труба. В монолитном перекрытии рухнуло, друзья, вниз. Вот это что такое? Я на это смотрю, я в шоке. Написано на трех дольщиков заявление в полицию. Кроме вас никто не жаловался. Просто стабильно выходные, ее нет. И на дольщиков оказывается психологическое давление. Ты отвинчиваешь розетку, к ней не подходит никаких проводов. Я уже не знаю, куда обращаться. Просто воткнули и все. Да что ж такое? Управляющая компания просто не занимается тем, чем должна. И на этом как бы все застопорилось, да. А что вы хотите? Это новостройка. Вот. Он говорит, ну вот когда у вас затопят, тогда вот к нам обращайтесь. Все, что зафиксировано, нам ничего не дали. Они положили ламинат на те места, где больше всего плесени, блядь. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в жилом комплексе. Вернее, подходим к жилому комплексу город Первый, который расположен в Ленинградской области, поселке Новосаратовке. Я уже подробно рассказывал про этот комплекс и как его сдали. Но именно сегодня меня, жители, пригласили для того, чтобы рассказать все проблемы с этим домом, которые не решаются ни застройщикам, ни управляющей компанией. Давайте вместе, внимательно послушаем, о чем говорят первые жители города Первых. Субтитры сделал DimaTorzok Впереди город Первых, первые корпуса, которые сдал застройщик. И обратите внимание, что происходит здесь. Здесь застройщик продолжает строительство, вернее, начал строительство пылища. Здесь хорошо, что ветер пока идет в ту сторону, в сторону, соответственно, дороги. Но если пойдет туда, то дышать будет нечем. Обратите внимание на саму дорогу. Сюда ездят грузовики постоянно. Поребрик уже просто отвалился, потому что, скорее всего, задел его колесом. Больший груз. И можно обратить внимание, как качественно здесь все обустроил застройщик. Слушайте, он его просто на землю положил. Там даже нет бетонной подушки, как это, в принципе, должно быть. Промка, напомню, вдруг кто забыл. Стройка. И представляете, что здесь творится утром. Вот уже кто-то оставляет машины, вернее, оставил. Ох, как чувствуется запах. Коровников, друзья. Здесь пахнет коровами. Да, здорово, конечно, жить и ходить мимо стройки. Вот никогда не понимал, почему люди покупают в таких местах квартиры, когда рядом вообще ничего нет. Причем, что это Ленобласть. И почему застройщику разрешили строить такие высотки? Почему не сделать малоэтажный, компактный, хороший, классный проект? Он тоже может быть недорогим, но не таким убогим, уж извините, как этот жилой комплекс. Добрый день, вас как зовут? Меня зовут Карина. Очень приятно, Андрей. Карина, когда вы получили ключи от вашей заветной квартиры? 4 мая. 4 мая. Когда образовалось вот это и что это, по вашему мнению? Примерно полторы-две недели назад мы обращались. Первый случай был, что нас начало топить. Сверху, можно здесь посмотреть, у нас потолок был полностью строй. Мы обращались два раза к сантехникам. И с правой стороны тоже нас затопило. Мы обращались к сантехникам. На что получили? В управляющую компанию? К застройщику. К застройщику. Да. Сантехники пришли быстро. Сказали, что они не знают, в чем причина. Этажами выше сказали, что они все короба тоже разбирали. Вроде как устранили. Вроде как все высохло. Сказали, они нам все поменяют. Началось одно пятнышко. Мы не придали значения. Думали, что сами зацепили велосипедом. И буквально начало с каждым днем все больше и больше. Мы опять вызвали сантехников. Сказали, что они все устранили. Но вот если этажом выше, там затопило весь короб, весь пол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Извините меня Вот на это они нам кладут ламинат Вот на это Прекрасно Вот Влад плесень обрабатывал Она пузыряками пошла Тут блять Вот так проводишь все сырое Добрый день Квартира 340 Приехали посмотреть квартиру Ламинат уже ложат Все Работы идут Была претензия что Плесень в квартире Отодвигаем Плесень никто не обрабатывал Идем дальше Мы сами снимали Плесень Если скажут что это строительная пыль Можно увидеть что это прям нарост И не то что Строительная пыль Вот такие вот дела ЦДС строит Лучший застройщик в мире Добрый день Меня зовут Носов Иван Сегодня мы с вами на строительной площадке Объекта город Первых Это премьерный квартал нашего Масштабного проекта ЦДС Новосаратовка Здесь у нас расположился Концептуальный макет того Как будет выглядеть вся территория в будущем Основная идея заключалась в том Чтобы заранее предусмотреть Все необходимое для комфортного проживания Короче Время Сколько? 12 часов ночи Блять Я еще удивляюсь тому Что их нет здесь И они не кладут нам ламинат Блять Чтоб вы понимали У нас Не обработано У нас все полы вот здесь Вот там Все в плесени И они нам просто кладут Ламинат Вот здесь плесень Блять Вот там плесень Блять Они походу закрыли Такие места Типа Вот блять Плесень Вот блять Плесень Короче знаешь что? Я поняла прикол Они положили ламинат На те места Где больше всего плесени Блять И типа Ну Блять Блять У меня трещет Два корпуса Уже введены в эксплуатацию И мы активно готовим Квартиры к заселению Плюс готовим следующие проекты Для старта И получается вот у нас И сдулся и пол тоже И плесень появилась И потолок весь мокрый То есть это вы считаете Плесень? Правильно я понимаю? Я считаю Ну либо грибок Либо плесень Я не знаю Потому что она очень быстро Вот распространяется Там мох Образовался Желтые пятна И какие-то Живность Начала появляться Мы обратились К застройщику Застройщик сказал Писать заявление Десять дней Будут рассматривать Через управляющую компанию В этот же день Через два часа Пришел сотрудник Управляющей компании Зафиксировать Все недочеты Все что зафиксировал Нам ничего не дали То есть не сфотографировать Не копию Сказали это внутренний документ Мы говорим Ну мало ли вы сейчас Что-то от себя напишите Он говорит нет Как бы на слове Ну и сказали Где-то около сорока дней Вот нам должны позвонить Я у него спросила Есть ли в течение сорока дней Плесень кстати не зафиксировали Сказали то что Он же не знает что такое Только экспертиза Я спросила Есть ли в течение сорока дней У нас пойдет с другой стороны плесень Либо еще дальше потоп Вот Сказали все через экспертизу ждите Кто будет экспертизу проводить Они Не знаю Сказали вот Нам позвонят Потому что у нас под кухней Ламинат вздулся Я спросила Как будут менять Никто не знает У нас плитка положена Нам сказали Полностью короб будут убирать Я говорю Установить ли нам плитку Тоже ничего не знают Ну вообще правильно Когда вы пишете заявление Претензию в управляющую компанию Я бы это назвал бы так Я бы Написал бы все недостатки Которые у меня есть И потребовал бы их устранения Потому что соответственно Законом У нас максимальный срок на устранение недостатков Это 45 дней Самое интересное Что у нас капает еще Где туалет Там тоже у нас протечка Они это не зафиксировали Говорят Мы ничего не слышим А там протечка идет Прям слышно как капает Когда что-то Ну сверху происходит Он говорит Ну вот когда у вас затопят Тогда вот к нам обращайтесь Супер Супер Хотя к нам приходили Когда вы от плесени умрете Тогда к нам и приходите У нас еще маленький ребенок Это именно вот коммуникации текут Ну вот тут в коробе Сказали что они все короба Разбирали этажами выше Потому что не могли найти протечку А почему именно вот этот комплекс выбрали? Потому что мы выбирали Так как мы с ребенком Нам нужно было В кратчайшие сроки Чтобы была квартира Именно с отделкой Было примерно там за эту сумму Цветной город Но там нам вообще не понравилось Это ЛСР Потому что там очень много Социального жилья Очень далеко школа Там очень много минусов И этот комплекс Чтобы хоть поближе как-то к городу А где здесь школа и детский садик? В городе Мы во-первых Садик мы конечно рассчитывали Что здесь построят Но мы уже конечно не рассчитываем Стали в очереди Которые поближе Но там тоже сказали то что Скорее всего Долго ждать Не знаю как вообще будем Вот Нам обещали То есть вы уже понимаете для себя Что с садиком у вас полная проблема С садиками Ну мы и так не рассчитывали Даже в городе Потому что мы даже в центре жили Там тоже не найти Поэтому как бы Это везде больная тема Но самое ужасное Это с поликлиниками Здесь нам Застройщик Ну как Рассказывал Что у нас все в Лоск Поликлиника Будут врачи оттуда Это мой единственный Был вопрос по поводу поликлиники Что врачи То есть врачи здесь будут на месте Или приезжать сюда Ну будут приезжать Либо со Свердлова Либо с Кудрова Кому там дадут задание Дежурному врачу В итоге вот у нас соседка С малышом Никто не приехал В итоге сюда вообще врач не приезжает Только платно вызывать Это вообще ужасно На самом деле Ну и с ребенком же нужно ходить Там эти прививки делать Периодически Это мы в городе входим Это неважно Мне главное Чтобы если вдруг Вызвать врача Потому что сейчас Если в сад пойти Это каждые две недели болезни Скорая сказала Езжайте с ребенком С грудным 8 месяцев Во Всеволожск У нас не было Каких-то надежд на отделку Нам хотя бы Чтобы можно было жить Мы приехали У нас в принципе Все хорошо было Нет, мы включаем микроволновку Все работает Но начинает трещать щечек Ужасно трещать Вот То есть одну только микроволновку Она начинает крутить Крутить И мощность теряется Вот так повышается Теряется И самое последнее было Мы просто включили С мужем утром чайник Пошла искра И задымление Вот как мы только заехали В первый же день Нам привезли технику У нас выбивало все Абсолютно Чайник, микроволновка Холодильник Вот только вставляем Сразу выбивает щиток Вызвали мастера В итоге они перепутали Я не знаю Провода Что там перепутано было Нам вроде все сделали И потом У многих жаловались То, что у всех Щиток теряет Либо напряжение Когда прибор Включается Каратит Трещит Искры пускает Еще самое Конечно Проблема Если дети остаются Одни Там 10 лет Это страшно Мне самое страшно Было с одним ребенком Он так трещал ужасно И вонял Так непонятно Да, это же электричество Это же надо выключить Не дай бог Там током ударит Но вот именно Коммуникации Особенно электричество Я думала И надела Что будет Как бы В новом доме Будет новое электричество В итоге Когда к нам Все приходили делать Они говорят А что вы хотите Это новостройка Мы уже думали Лучше бы Пусть они подольше Сдавали бы Ну хотя бы Сделали Самое главное Это трубы Коммуникации Электричество Но уже вы видели Кто строит Какие специалисты Иностранные Здесь у них Видели Ну вот они приходят Я не понимаю Что они мне сделали Я даже не понимаю Я говорю Что Они такие Все Мне так сказать Спасибо И еще страшно За лифты Очень много Застревает людей В лифтах Уже застревает Да Андрей Здравствуйте Здравствуйте Что у вас Произошло Рассказывайте Произошло Очень Так начнем Вы Здесь живете Да Я живу Вот в этом корпусе Значит Это Улица Первых Два Корпуса Один Жилой комплекс Город Первых АЦДС Правильно Да АЦДС Управляющая компания Город Первых И получилась Вот такая вот ситуация Неприятная Да То есть Когда Значит Мы сюда Заселились Значит Что произошло Значит 30 мая Здесь Во-первых Почему-то плохо Ловит телефонная связь Вообще не берет Вот как-то странно Значит 30 мая А здесь же колхозные поля Здесь не было рассчитано Что построит еще миллионник Но как бы Это не причина для того Чтобы управляющая компания Не повесила Таблички Как правильно Пользоваться Лифтом А раньше их не было Раньше их не было Заходите Можете снять А застряла она В соседнем лифте Где до сих пор Вот этой бомбой Ну вот бумажка есть А куда звонить В ЕНИВА что ли Дмитрий Вот сюда может быть Позвонить Мастер на час Да Ни печати Ни подписи Никто заверил Никак То есть Абсолютно все нарушено Налепили по-быстрому И все Как правильно вызывать Диспетчера И получается И там вообще должно быть Кстати в лифте Если вдруг что-то произошло Кому-то звонить Этого не было Вот И по ГОСТам Вот я потом уже После того как это произошло Почитал информацию А что произошло А произошло Значит Моя невеста Да Значит Она 30 мая Застряла в лифте Вот Только села в лифт Уезжала на работу И обесточили весь дом Полностью Все Круто Круто Да И значит Что случилось Как бы она просидела в лифте Больше двух часов Около двух часов Офигеть Порядка даже вот так вот Да Может быть даже чуть больше Значит Когда я позвонил диспетчеру Да Спросил что случилось Что происходит Потому что девушка мне звонит И говорит Я вынуждена была Сама выбираться Хотя вот несколько раз Она нажимала на эту кнопку Я ничего не срабатывал Из динамика Раздавалось Вызов принят Вызов принят Вызов принят А вот это у меня сейчас тоже было Я проверял Ничего не работало Вот Да Вызов принят И все Так Ну что Надо проверить Так Так и тихо-тихо Говорит Что вызов принят Ждите ответа И на этом Как бы все застопорилось Да Значит В итоге я позвонил Диспетчеру Злой Говорю Вы что творите Это вообще Человек Несколько часов В лифте просидел Да Да Было такое Значит Да Мы вызов приняли Вы уж извините Пожалуйста За такую ситуацию Я говорю Вы обалдели Что ли Совсем Несколько часов В лифте Ну а что поделать Как бы Ну обесточили Весь дом Я говорю Вы знаете Как бы Это не причина Для того Чтобы да Вот человек Несколько часов Сидел в лифте Когда по ГОСТу Да Человек обязан Эвакуировать Из лифта Даже если нет Электричества За полчаса Максимум 30 минут Да 30 минут Дается В итоге Потом Когда я уже Позвонил Второй раз Диспетчеру Мне сказали Что извините Из вашего корпуса Ничего не поступало Никого вызова Все хорошо И электричество У нас было Да Было Вот в соседнем корпусе Был вызов Тут же наш лифтер Прибежал Всех достал И никаких проблем Как это все Одним словом Назвать То что сделал Управляющий Это называется Просто беспредел Значит Управляющая компания Просто не занимается Тем чем должна Значит Диспетчеры Как бы Не знают Что им делать То есть она получается Не отстаивает Интересы жильцов Естественно Абсолютно верно Абсолютно верно Но это еще не все Ни алло Ничего Дежурным Никто трубку не берет Вот я думаю Вот я с ребенком Застряну С грудным ребенком Полтора часа Я не знаю Что я там буду делать Я одна тобой Сейчас с ребенком Не знаю Как застревать И вот постоянно У нас два лифта Работает Постоянно два Вот отключены Ну вот мы например Внизу На каком Там грузопассажирском Вообще не могли уехать Жмите на ваш этаж А он просто закрывает Двери И открывает дверь И никуда не едет Супер А пассажирский Хорошо что поехал Но при этом он едет Еще и трещит весь По поводу вентиляции У нас она в принципе Не работает А как узнали Что не работает Во-первых Очень душно У нас вот везде Термометры стоят У нас 80-85% Была влажность Это много очень В такой влажности Вообще В принципе Плесень может образоваться Естественно Очень душно В итоге Вот когда Приходил к нам Не эксперт А дефекты Мы попросили Чтобы у нас вентиляцию Проверили С каким-то прибором У нас все по нулям было Анимометр Анимометр называется Там вообще У него своя конструкция Была палка от швабры Коробка И там такой приборчик И вот он как-то туда вставлял И ну там ноль И сказал, что ноль Ноль, да И с ванной Со стороны ванной Со стороны кухни Супер Квартиру сами принимали Или с кем-то? С авангардом А авангард этого не заметил? Этого не было? Слушайте, я вообще Я уже не помню Потому что я была с ребенком Там вроде не было дефектов Никаких Потому что они обычно Я когда хожу Они там электричество проверяют И на вот эти пробои проверяют Чтобы там провода Не были перепутаны То есть при приемке Было все нормально При приемке Вот мы четвертого числа Приемка была Все нормально Вот именно С электричеством было Девятого числа мы переехали И в этот же день У нас вообще ничего не включалось Ни чайник, вообще ничего По поводу вытяжки То есть включаете чайник Выбивает автомат Все, вот любое что-то включается Даже зарядку от телефона Включаешь, все убивает Возможно, начали заселяться Пошла нагрузка И пошли проблемы у застройщика Ну сказали У нас что-то перепутано было Вот Красавцы Да Купили бы здесь еще раз квартиру? Вообще Еще раз, наверное У ЦДС У ЦДС Не знаю Очень были положительные отзывы У ЦДС Все его так хвалили Кто все? Ну вообще по всем отзывам Мы смотрели Мы смотрели вообще сначала ЛСР Потому что мы жили в ЛСР Но мы в центре жили ЛСР И вот ездили в Цветной город Там совсем другой ЛСР Вот Привлекло, конечно, то, что Возможно, это будет большой город Будет все Ну везде надо подождать То есть если мы хотим с нуля что-то Нужно подождать Наверное, даже и не год, не два А больше Вот Возможно, через пять лет Тут прям совсем будет хорошо Поэтому пока что не знаю Пятнадцать-двадцать это минимум Пятнадцать-двадцать Школа у вас здесь будет тогда И детский сад, когда они весь свой проект закончат Ну сказали, когда вторая очередь Возможно, они построят детский сад Откроют еще Эксплуатацию идут еще не скоро Вот Сам вот именно то, что все Оказалось, что все Олжский район Он не приспособлен для гос То есть ни поликлиник, наверное, ни полиции Все будут очень долго Тут вообще ничего нет Никто не приезжает Потому что мы ходили в частный сектор Я уже у людей спрашиваю Там мамочек, говорю Как вы вызываете врача? Они говорят У нас у всех тут ДМС То есть дополнительная медицинская Страховка Страховка, да Восемьдесят тысяч в год К вам приезжает врач Ну я видела тоже там такие На буханочках врачи приезжали Он говорит, так Со Свердлова тоже Там если приедет Какая-то бабушка посидит, уедет И то, если приедет, конечно Ну что, друзья Очередное дно Обратите внимание Это называется новый Недавно сданный дом В который только начали людям Выдавать ключи Было опечатано Управляющая компания Город первых Открываем Ну, конечно же Украли рукава Конечно же Украли И, скорее всего Их украли Блин Вот это вообще Смотрите Как это они так сделают Что это же не открывается Где рукава? Ну, хоть зумер работает Надеюсь, что-то сработает Если что О, и здесь все открыто Настеж Вон, смотрите Какая-то розетка непонятная Здесь оголенные провода Грязь Тут все открыто Интернет-кабель Телевидение Слушайте, нет слов Строят для жизни Помните, да? Их лозунг У нас есть вот такое устройство Давайте проверим Работает ли это УЦДС Что-то похоже не работает Обратите внимание Вот здесь просто какая-то дырка Пробурили отверстие Куча мусора И вот это вот В таком состоянии Вот здесь, видите Красили, не докрасили Но я вам, друзья Уже это показывал Вот почему это все Вот так происходит И почему это в таком состоянии И почему такое приняла Госкомиссия Мне, честно говоря Непонятно Отсюда, конечно Видна дворовая территория Впереди вот эта стройка видна Ну, конечно Единственное, наверное, подкупает Это пока видна Нева Близость К реке Сегодня тепло Хорошо Вид красивый На мост На промку Слушайте Здесь ужасный запах Фу, господи Я даже не понимаю Это откуда Это либо вот здесь С переходного балкона Либо откуда-то с промки Ну и понимаете Вот это все Все-все застроит А вот и парники Впереди видны Где выращивают овощи Друзья, так сработала сигнализация И жители уже говорили о том Что застревает в лифтах И я, конечно, побоялся Сидеть там полтора-два часа И ждать И зашел на лестничный марш То есть это путь эвакуации Обратите внимание В каком все состоянии Лестничные марши не отмыты В каком-то говнище Ограждающей конструкции Перила Посмотрите Вековой Пыли, грязи И всем остальном Вот это ЦДС Вот это непонятно То ли это от опалубки То ли здесь Что-то А, похоже, да От опалубки осталось так И никто не снял И вот у меня вопрос Вот это в проекте заложено Где госстроенадзор Куда он вообще смотрел Вообще был ли здесь, друзья, госстроенадзор Как считаете вы? Ну и обратите внимание Вот на это чудо-место Тут Фу, господи Вот отсюда похоже Это все и пахнет То есть вы понимаете, да Что это отхожее было место Иностранных специалистов Застройщика ЦДС Спускаюсь вниз, друзья, пешком И вот смотрю вот на это Знаете, такое ощущение, что здесь брали террористов И просто что-то взорвалось Не знаю, что было здесь Но нет нигде указателя На каком я нахожусь этаже И где какие квартиры Все для удобства людей О, простите, простите Зарубежные строители сумели цифру 5 Карандашиком написать Вот смотрите, что это такое А, это вы, друзья, так красили и штукатурили Что это все так залепалось Это вот это все в проекте Да, вот это все Ручка Закрыта Вот это вот так должно быть все в проекте Ржавчина Говнище Вот это все Блин, ну вот это Блин, ну я вообще Я на это смотрю Я просто реально в шоке Я просто в шоке Значит, не так давно Порядка двух недель назад Значит, когда Значит, мы готовили с невестой на кухне Значит, включили варочную панель Внезапно все отключилось Да что ж такое Значит, я подошел к электрическому щитку Ладно, выбил автомат Я включил его обратно Значит, выбивает следом второй Я, потому что в электрике не специалист Я стал аккуратно включать второй Который выбило Какой-то треск послышался Просто непонятно Вот что случилось Я испугался Отошел от щитка Значит, снова аккуратненько стал подходить Жуткое трещание За автоматами Как будто там просто вот Дыма не было Слава богу Не было дыма Я тут же все повыключал Вот позвонил диспетчеру Говорю, что происходит Она говорит Сейчас что-нибудь придумаем Мне вот это вот что-нибудь придумаем Знаете, я говорю Сделайте что-нибудь Потому что может возникнуть пожар Мне нужно ничего придумывать Ну да Причем я, кстати, был у девушки Она вот сказала, что у них трещало И там дымило все Вот А может быть Здесь у многих такие проблемы Я сейчас скажу почему Значит, когда Мне пришла смс Скажут, извините Мастер будет только в 9 утра Когда? Следующего дня? Да На следующий день Я опять Закипел так Что вот со злостью Просто не знал Куда себя деть Пришел мастер на утро От управляющей компании Хорошо Хоть в 9 часов пришел Вот Значит, он снял Значит, оболочку Электрического щитка Да И стал смотреть Говорит А вы знаете У вас, говорит Ни один провод Не закреплен в автомате Я говорю Что это значит? То есть они просто Они их подпитали Просто воткнули И все И не затянули То есть Получается Электрическая дуга Идет у нас Вот Таким вот образом Значит, да И если бы Не затягиваешь Вот эти провода Все в клеммах В автомате Естественно, да Вот Может все полыхнуть Может Ох ты Смотрите, какие пылевые бури Вообще офигеть Здесь у нас такое Да, часто Вот как с высоты Выглядит озеленение Двор Сегодня у нас Суббота 1 июля И травой Здесь даже не пахнет Даже на колхозных Бывших полях Обратите внимание Она есть А у ЦДС Ее нет Не смогли Сделают потом Скажите вы, да? А друзья Спустился до второго этажа Обратите внимание Вот что оказывается Здесь должно быть Нумерация квартир И какой этаж Но выше второго этажа Этих указателей нет Но они там После там были То есть, соответственно Такое ощущение Что застройщик демонтировал И приклеил это На следующий дом Наверное Чтобы сдать Начинаете Здравствуйте Меня зовут Елена Я дольщик ЖК Город Первых Купила квартиру Проект Больших масштабов Но, как выяснилось Достаточно больших проблем Для дольщиков Проблемы начались У новых жителей Соглашения тарифов Управляющей компанией Город Первых Практически 56 рублей За квадратный метр То есть, получается За небольшую Двукомнатную квартиру В 46 квадратных метров Стоимость МКД Выходит 2,5 тысячи рублей Что достаточно много Плюс еще будет вода Электричество И прочие услуги То есть Стоимость Откровенно высокая При том, что Средняя цена За обслуживание МКД В Ленинградской области Составляет Около 40 рублей На этапе приемки Жители Также Дольщики Также обнаружили Большое количество Несоответствий По качеству отделки Перепады уровня Потолка и пола Более 2 сантиметров Искрение проводов В щитке Перепутаны автоматы В щитке Нет заземления В розетках Некоторые розетки Просто замурованы В стену То есть Стена Обои И кто делает ремонт Сразу начинает Под себя То есть Соответственно Это все Расшивают И выясняется Что там Розетка С проводами Также У одной Дольщицы Были Оголенные провода Под напряжением В коробе Вентиляции Также Есть проблем Вздутый ламинат Пустоты Разнотон Кафеля В санузлах Неровно уложенный Кафель У одного Дольщика Вообще Сняли плитку Там вот такая Вот дыра То есть На что рассчитано Непонятно Обои Промазаны Герметиком Они клеем Обои И обои Стыки Вы имеете ввиду Да? Стыки обоев Я так поняла Что сама Обои И приклеена К плинтусу А не к стене То есть Вот Как бы бесшовная Видимо Какая-то Технология Поцарапанные Стекла Кривые Двери Межкомнатные Входные То есть Ну уже Такая Еще Очень примечательно У одного Дольщика Фальш-розетка Под радио Точку То есть 95 рублей За радио Мы должны В квитанции Оплатить И при этом Ты А воспользоваться Ты не можешь Да А ты Отвинчиваешь Розетку К ней не подходит Никаких проводов То есть Просто Фальш-розетка При приемщика При приемке Квартир Дольщиков Уверяют Что все Недочеты Быстро Исправят Если подписать Акт приема Передачи С замечаниями Но счастливчиков Кому Исправили Быстро Очень мало Как правило Многие Очень долго Ждут Ждать Устают И исправляют Недочеты Самостоятельно За свой счет Также При приемке На дольщиков Оказывается Психологическое Давление Сотрудниками Которые Проводят Эту приемку Убеждают Подписать Акт приема Передачи Угрожая тем Что если вы Сейчас Акт приема Передачи С замечаниями Не подписываете То вам Квартира Будет передана Только в марте 24 года То есть Дата по договору Считай через год Соответственно Некоторых людей Это вводит В небольшой Такой ступор В комнате Где подписывается Акт осмотра С замечаниями Висит постановление Правительства Российской Федерации 23 марта 22 года Номер 442 В исправленном виде Где отсутствуют Слова Про акт осмотра И на это Менеджер компании ЦД стыкает пальцем И убеждает Подписать акт Приема передачи Смотрите Скрою тайну Сегодня первое число И оно уже Сегодня не работает Оно закончилось Вчерашним днем Если вы сейчас Идете принимать То у вас нет Никаких 60 дней И все 45 уже Да мы читали 45 это максимальный срок Если не установлено Другое Соответственно Здесь уже Можно Скажем Тыкать их носиком Во все недостатки Которые Да мы уже Это тоже прочитали Мы вчера Это все обсудили Что сегодня Оно заканчивается Но опять же Дольщикам Не договаривают То есть вроде как Вы не обманывают Но не договаривают Что вы имеете право Не подписывать Акт приема передачи Вы имеете право Подписать только Лист осмотра Это Ну то есть Вот эта информация Она умалчивается Из этого постановления Она у сотрудников Вырезана И висит на стене Немного в исправленном варианте Что тоже Ну как-то не очень Наверное Честно По отношению К дольщикам Также дольщикам Может прийти Смс о том Что все недочеты В квартире Исправлены И можно приходить На повторную приемку Люди записываются Приходят на повторную приемку А в эту квартиру Даже никто не заходил То есть не то Что они там Что-то не исправили Вообще в нее Не заходили При этом люди Ну соответственно Тратят свое время Там на работе Как-то Да Решают вопрос Приезжают Либо договариваются Что вот мы завтра К вам придем Мы будем исправлять Обеспечьте доступ К квартиру Например с 9 Там до 15 Часов Люди так же Отпрашиваются Приходят Проводят здесь время И к ним никто не приходит До рабочих Которые вроде как Ответственны за это За все Не дозвониться Либо они Берут трубку Говорят Да-да-да Сейчас сию секунду И дальше тебя Либо в ЧАЭС Кидают в игнор Ты уже не можешь Прозвониться Либо так же Ну полная тишина Никто не приходит Также есть проблем Уже въехавшие В новые квартиры Жильцы Сталкиваются с тем Что рабочие Проникают в квартиры У нас была Замечательная история Нам писали Что мы с женой спим И просыпаемся От того Что прораб С рабочим Ходит по квартире Такие Не беспокойтесь Мы сейчас осмотрим Что надо исправить И уйдем Дверь за собой Закроем сами Они на ключ Сами У них есть ключи Да-да-да У них есть ключи Да-да То есть И соответственно Опять же Вынуждают подписать Акт приема С передачи Квартиры С замечаниями Но Ввиду того Что 60 дней Ты должен Обеспечить доступ Ты не можешь Начать туда переезжать Ты не можешь Начать перевозить Туда свои личные вещи Но при этом Ты уже продолжаешь Платить Вот эту достаточно Высокую кварплату Что как бы Тоже не очень Я кстати скажу Что я снимал У меня недавно В пятницу Это вышел Про жилой комплекс Белый остров И это бизнес класс Как они считают И там управляющая компания Хочет поставить тариф 74 рубля за метр квадратный А у вас 56 56 56 и 72 Эконом И типа бизнес класс Да В том то и дело Когда там место классное Там еще как-то можно понять Но и то это дорого Для этого комплекса Смотрите Что у нас получается У нас получается Новый дом Который только сдал застройщика Находится на пятилетней Гарантии от застройщика Три года получается Гарантия на инженерные системы И два года на зеленые насаждения Которых мы здесь Как видим Здесь кот наплакал И что здесь делает Управляющая компания По вашему мнению Что она будет делать В течение пяти лет Она занимается Уборкой территории Помывкой Отмывкой Все внутри Опять же По уборке территории У жильцов первых двух корпусов Которые уже заехали Очень большие претензии Я только что оттуда видел Там еще не убрано Да То есть мы в другой корпус Заходили Там грязно Хорошо Там еще не сдано Но опять же Слой пыли Толщиной с палец В почтовых ящиках Уже сданных домов Вот этих двух корпусов Люди уже заехали Живут И соответственно У людей возникает вопрос А кто эту пыль Вот такой толщины Должен отмыть В почтовом ящике Я сам Ну вот это все видно Даже на камеру Я не знаю У меня сын бы лучше окрасил Он бы пришел С своими парнями Они бы просто здесь бесплатно Красиво окрасили равновемерно Это что за позор такой Вот это что такое вообще Как так можно И обратите внимание Вот смотрите Вы жильцы Здесь зумер должен работать Это говорит о том Что она функционирует Вот он Здесь и здесь Он не работает То есть все выключено Как они водили это в эксплуатацию Непонятно На дверь смотрю Дверь просто сверху Что-то такое ощущение Что ржавчину наверное подкрашивали Как так Вот здесь еще до сих пор остался Как он называется Малярный скотч После окраски он сразу снимается Потому что потом Краска высыхает И ты снимаешь скотч Малярный Вместе с лоем краски Блин ну я не строитель Но я это знаю Вот это что такое Тут у них цементная бомба взорвалась Управляющая Или все-таки Должен был клининг От застройщика При сдаче дома Когда начали выдавать ключи Также жители сталкиваются С плесенью под ламинатом Ну вы уже посетили Наверное Ходили смотрели Слушайте ну там вообще конечно жесть Вообще да Я просто не видела Причем она там знаете Там ее немножко Но как показывает практика С солнечного города С этого группы Трудновыводимая Через неделю Там может быть Уже вся стена черная Быть Я видела Она быстро Я видела да Ваше видео про солнечный город Вот с той плесенью Там прям вот так Да и там люди сказали Неделю назад Там было пару пятнышек Вот то что мы сейчас смотрим Да А потом полтора метра Уже стена Вот так вот идет Все монолитом Плесенью Жители также жалуются На постоянно открытые двери В парадных И грязь в мопах Ну это вот видно Можем наблюдать Здесь еще вовсю идет стройка Но люди уже живут То есть соответственно Все вот так вот выглядит На все жалобы УК отвечает Что уборка идет по расписанию По факту По какому-то расписанию Да По какому-то расписанию Которое кстати по-моему Так нигде и не вывесили Люди спрашивали Одна жительница застряла В лифте в два часа На два часа И там как-то очень сложно Это все происходило Так чтобы ей по первому звонку помогли Там была тоже какая-то проблема Также каждый выходной Выключается вентиляция В квартирах Просто стабильно В выходные ее нет Я не знаю То ли шторма на крыше выключают То ли вот что-то В вентиляция здесь обычно Здесь не механическая Я не знаю Штормов нет на крыше Ну какие-то Или вот какие-то установки Которые вентилируют Ну вот жильцы тоже Кто заехал В первые два корпуса Жалуются Что выходные В выходные вентиляции Выключаются И при этом Когда ты звонишь В диспетчерскую И жалуешься на это Тебе отвечают Кроме вас Никто не жаловался До свидания То есть да По-хорошему Видимо надо набрать Какую-то толпу 20-30 человек Наверное Притяжаловаться Может быть тогда Прислушаются Но если ты Звонишь один Тебе отвечают Что кроме тебя Никто не жалуется Ну типа Типа сам дурак Наверное Жители также Недовольны Управляющей компанией Которую застройщик Своей Управляющей компанией От застройщика Да Управляющей компанией От застройщика Недовольны Набралась определенная Группа инициативных людей Которые просят Показать калькуляцию тарифа Почему он такой высокий То есть Если вы Даете какую-то цену Намного выше рынка Экономическое Да Мы хотим Экономическое обоснование Это как бы нормально Почему она выше Какие дополнительные Плюшки Там грубо говоря Мы получим За свои деньги Может там будет Что-то такое Может вы нам тут Фонтан организуете И мы такие Окей мы согласны платить Зато у нас тут Будет прям красота Но фонтана здесь нет Здесь зато есть Грязь И недострой Да К сожалению Пока фонтана нет Также на инициативную Группу оказывается Давление Кем Управляющей компанией На собрании Дольщиков Которое происходило В середине июня На глазах У очень большого Количества людей Было много На собрании Дольщиков Пришло активное Было собрание С управляющей компанией Договорились Что определенного числа Инициативная группа С юристами Придет в офис Управляющей компании На Добролюбова И обсудят Значит вот эту всю Тарификацию Калькуляцию И так далее Изменения в договор Потому что договор С управляющей компанией Он очень такой Неконкретный Скажем так Управляющая компания На собрании сказала Да все хорошо Мы этого числа В такое-то время Мы встречаемся Мы согласны Все будет окей По факту Потом началось Нет мы не можем Нет мы можем Нет мы не можем Нет мы можем В итоге мы вынуждены Были отменить юриста Потому что ну чтобы Зря деньги да Ему не платить И его не пустят туда И в итоге встречу Все таки провели Но без юристов А еще так же Выкатили список людей Которых они не допустят В офис То есть Написано на трех Дольщиков заявление В полицию Управляющей компании Управляющая компания А что написали в заявлении По статье 20.1 Коап РФ Часть 3 Это я сейчас Даже могу Рассказать У меня есть То есть я правильно понял Что управляющая компания От застройщика ЦДС Их управляйка На своих клиентах Своих жителей Пишет заявление В полицию Да все совершенно верно Слушайте Ну это Наверное Я еще такого не слышал Мы тоже Я если честно Вот у нас Кто вот рассказывает Знакомься Такие господи Первый раз Такое вообще происходит Так по поводу статьи Распространение информационно Телекоммуникационных сетях В том числе интернет информации Выражающие в неприличной форме Которая оскорбляет Человеческое достоинство И общественная нравственность Явное неуважение К обществу государства Официальным государственным символам Российской Федерации Конституции Российской Федерации Или органам Осуществляющим государственную власть Российской Федерации Как эта статья Относится к УК Вообще непонятно Да То есть вот ничего Из вышеперечисленного Типа это они похоже Специально делают Чтобы люди не писали Что они здесь не помыли Они пытаются запугать Плюс конкретно по этой части статьи Достаточно высокий штраф Слушайте Ну это позорщики Просто позорщики То есть здесь достаточно высокий штраф И просто цель я так понимаю Напугать людей Запугать Чтобы сидели А в полицию их уже вызывали Ходили жильцы Да Ходили Двое дольщиков Уже ходили в полицию Что сказали Что ответили Участковый опросил Купили бы здесь еще раз Вообще у ЦДС Квартиру Если вопрос задать Жалею ли я что купила Здесь уже трудно ответить Потому что наши поступки Решения в определенный момент времени Приняты под определенными обстоятельствами Купила бы я еще раз Или вторую квартиру в ЦДС Определенно нет С такими проблемами К сожалению Наверное нет Смотрите как качественно Кромочка-то сделана Господи Уступы-то такие А вы что знаете Что самое интересное После того как моя невеста Застряла в лифте Появились вот эти бумажки А раньше их не было Раньше их не было Заходите Можете снять А застряла она в соседнем лифте Где до сих пор Вот этой бумажки нет Подождите ну вот бумажка есть А куда звонить мне В Енива что ли Дмитрий Вот сюда может быть Позвонить Мастер на час Да Ни печати Ни подписи Никто заверил Никак То есть Абсолютно все нарушено Налепили по-быстрому И все Офигеть Пойдем через 16 Выйдет 16 этаж Друзья С данного дома Тут у нас идет По-видимому Ремонт Здравствуйте Здравствуйте Амурские волны Нормально Нормально Тут все сделали Нормально Друзья Это 23 Этаж Обратите внимание Что здесь просто Отсутствует Потолок Вот так у нас просто Закинул кабель Здесь у нас Видите Как все здорово Они только сейчас Уложили здесь Плитку В сданном доме Вот это что такое Здесь вообще Ничего нет Я на это смотрю Я в шоке А вот это что за документация Это для лифтов похоже Да это лифты Почему это здесь лежит А не хранится В управляющей компании Почему это вот это Все в таком состоянии Вот это что такое Друзья Мой семилетний сын Лучше бы Окрасил Нежели чем Это сделал Здесь СДС Нет слов Видно что протечка Вот здесь по крайней мере Сухо Но все Обратите внимание В говнище Тут все открыто Большое количество мусора Вон смотрите Стремяночку сюда спрятали Потом домой унесут И вот это все Вот в таком состоянии Это новый дом Какой-то шум Здесь такое ощущение Что монолитное перекрытие Выламывают Вон смотрите Как Тут просто даже С этим светом Видно что Как все криво Вот это что такое Как так вообще можно Вот это что Причем видно Что отмечено Что нужно переделать Но никто ничего Не переделывает Не дай бог Пожар До 23 этажа Навряд ли лестница Достанет Только до 9 этажей И чтобы потушить Например пожар То должны быть Здесь пожарные рукава Блин Но их здесь нет Друзья И вот здесь Обратите внимание Вот при пуске пожаротушения Здесь сейчас Должен работать Зумер Который нам Говорит о том Что вполне возможно Это что-то функционирует Здесь он не работает Квартиру смогу продать Шкафы пожарные Балтика Здесь аналогично Мне главное Здесь полагаю Так же Да Это у нас шкаф Здесь у нас Коллектор с отоплением Ставит дач Ох ты Трубы основные Магистрали Вообще Вообще жесть Просто на весу На общем весу Посветите сюда еще Куча мусора Мы здесь видим Бутылка желтой жидкостью Это вот ЦДС Всегда так Ну и представляете Что будет Когда здесь Подадут давление Подадут отопление Уже Уже текут Без давления Причем так прилично Макают Это без давления не стоят А когда будет давление Это с 23 Это все затопит На воздушниках Отсутствует запорная арматура Воздушники начинают течь И это сразу же Не перекрыть Никак Чувствуется Мастер сантехник Вы сантехник А вот это что Вот это для чего Вот Не-не Вот он Вывод они сделали Вообще непонятно Что они хотели Открыть Чтобы всех затопить И обратите внимание Смотрите Что здесь Они Хоть и сделали Два слоя гипсокартона Но Сами направляющие Застройщик взял Самое дешевое Тонкое железо Что вообще Можно было найти Дешевле Просто друзья нет Пойдемте дальше Смотрите Вот это что такое Вот это как Это вообще Понять Вот что это такое Почему это все Вот так сделано Как вам А вот это что такое Вот это как так Это им не хватило Материала Это что вообще такое Это сданный дом Друзья Это последний Последний этаж Значит у вас еще один коллектор О здесь крепление есть Здесь крепление есть Здесь закрепили И магистрально закрепили А внутри Ох ты сколько Здесь нужного Это кстати В проекте прописано Сто процентов Что столько мусора И должно быть Здесь заполнение определенное Здесь только знаете Чего не хватает Как в том Это бутылки С желтой жидкостью Здесь на магистралях Отсутствуют воздушники Да И придется спускать Это все замочится Это же вообще Как такое может быть Воздушник только вот он Здесь Без запорной арматуры Тоже без запорной арматуры Да Давайте объясните Чтобы люди понимали Для чего вообще Здесь запорная арматура Вот тут нужна Запорная арматура Нужна для того Чтобы воздушник В случае Если он начнет течь Вот видите Мы открываем Чуть воздух спускается В случае Начнет течь Они очень часто Выходят из строя Его перекрыл И поменял И поменял А здесь получается Что перекрыть Надо всю горячую воду Отключить Да-да-да Полностью перекрываешь Все квартиры И люди остаются без воды Без отопления Пока придет сантехник Которая это наконец-то сделает Да И все равно будут Какие-то подтеки Ну вот Ну придет смс И вот это посмотрите Вот это они специально Вот так сделали Что он так под углом стоит Ну под углом Это со временем С эксплуатацией Оно так нагибается Это не влияет Больше всего влияет В прошлом шкафу То что оно вообще Не закоплено Ну да Там оно за счет Суего веса В этих местах Ну то есть Ну на том коллекторе Оно начнет прогибаться И со временем сломается Ну просто вот здесь Вы имеете ввиду Да-да-да На том коллекторе Пройдет затоп В этом месте На том коллекторе Представляете друзья Весь кипяток Хлынет с последнего этажа На все этажи Ну просто все этажи Будут в воде Я кстати не удивлюсь Что такое будет Вот иду дальше Вот крестик Нужно было исправить Я не понимаю Как госконтроль Это все принимает Они же ходят Табло Пожарный кран Открываем Ни хера нету А почему здесь Зумер постоянно горит У них что-то произошло Диафрагма нету Хотите даже Что-то накрутить Нету Нету Диафрагма нету Цапок нету Цапок не накручен Диафрагма нету Работают управляющие О, зато валик есть И как это все сдавали Как управляющая компания Это все приняла Я кстати первый раз вижу Что будет зумер Вот так Могут Могут Это чтобы открыл Сразу нажал Но здесь нету Оозначения Что он здесь находится Ты не поймешь Это должно Аплодироваться Да, здесь должен быть еще Ответственность за пожарную безопасность Здесь его нет Вот здесь мы видим Что тоже протечка Вот это тоже Что это такое Ну про колпачки защитные Понятно Да, что ничего не сработает Вот это тоже Все в крестиках Это надо демонтировать Снести Что это имелось ввиду А вот лестничный марш Не знаю Вот это друзья Смотрите Что это такое Мне хватило замыкания В щитке И Монтажная пена Блин Здесь такое ощущение Что знаете Они еще не доделали То есть здесь нет Второго слоя штукатурки Господи Здесь запах мочи Отчетливо Чувствуется запах мочи А вот это чем стоит Я извиняюсь А с желтой жидкостью Вы понимаете Что это такое Видите Еще и разного цвета Смотря Слушайте Я дальше Может не пойду А вот Серьезно Вот это что такое Это сданный дом Введен в эксплуатацию Закрыто Чем выше Тем хуже Ну вот здесь Да Понятно Что Застройщик Просто забыл Провести электричество Потом это сделал Ну конечно Зачеканили На 5 баллов Как смогли Пальцем похуже Мазали А вот это что такое Защитный колпачок Чтобы током А не ударился Чтобы никто не взялся Какой прекрасный Деформационный шов Мы с вами видим Друзья Да Вам тоже нравится Вот есть же ощущение Что здесь не хватает Второго слоя Штукатурки То есть они Да То есть они Вот сеткой Еле видна Вот она Причем А пластик Хотя бы Не металл Сданную эксплуатацию Дома Совершенно верно Ну это просто Я не знаю Тут фильм ужасов Можно снимать Тут у нас дырка А это для того Чтобы мы видели Что здесь два слоя Гипсокартона Точно Ну здесь вот залом Смотрите Вот здесь вот Контретная Констры Недостатка Здесь ровно идет Здесь криво А здесь да Неправильно смонтировано Вот на этом месте Он лопнет Со временем Много не надо За сезон отопительный Ну все правильно Он должен быть Ровным быть Потому что напряжение Металла идет Да Вот здесь ровно Получается он Либо здесь Либо если плохая сварка То здесь Здесь Уже были такие моменты Ну запорная арматура Тоже все понятно Здесь чистый Видно это заставили убрать Так Тут у нас еще шкаф открыт Посветите фонарем Я такого еще никогда не видел Сверху все нормально Снизу Просто обратите внимание Здесь обвалилось Это такое качество От застройщика Что просто Вот то что они зачеканили Технологическое отверстие В монолитном перекрытии Рухнуло друзья Вниз Рухнуло О каком качестве Может идти речь О каком Бля Ну это вообще что-то Я такое вижу Первый раз Чтобы вот так упало С проводами Совсем Я здесь не удивлю Что сейчас здесь Вообще что-то загорится Это же очень опасно Напишите Жильцы Управляющие Компанию Позвоните А Хотите чтобы я позвонил У меня есть номер Телефона директора Ну набирайте Давайте Давайте наберу Анастасия Просто замоналичивание Отверстий Вот На проводах Сейчас висит Вот этот Здесь бетон На проводах Вот он упал сюда И здесь держится На этих скрутках Что там происходит Сейчас непонятно А мы сейчас Давайте туда тоже спустимся Сейчас посмотрим Что здесь с лифтовой Вот смотрите друзья Как вам это все А вот здесь Обратите внимание Здесь вообще просто идет Когда переделка Тут все ломают И заново Звонится Старая основная Это кондитер Все шатается Все Очень скоро Придет в немодность Так а вот видно Вот вода уже Подтекает И уже даже Вот их обозначение Нумерация квартир Уже разнула Вот этот вес Вот этого всего Ну да Пойдемте ниже этажа Спустимся Посмотрим Еще Друзья Мы спустились Этаж ниже Это вот тут получается Давайте вот это Сразу посмотрим Тут все открыто Ну здесь закреплен Да И этот практически ровно Практически Не мешает эксплуатации Скажем так Здесь практически Так вот это зеленый Это не просто В случае На своей На своей Тарарарам Ага А тут у нас А закрыто Нет ключа треугольного С собой С собой нет Блин у меня в машине есть Слушайте Ну получается да С правой Получается стороны закрыто А здесь Уже все ржавое Здесь тоже Там еще какие-то Вон лоскуты Мешки какие-то Просто Следы протечек Ну не только протечек Здесь уже ржавчина пошла Да-да-да Это новый дом Ну да Это новый дом Уже старого Это просто Один стояк Это же скач Причем это уже Какой-то третий этаж Мы по-своему проходим И все одинаково Нет слов Должно быть вот так Да-да-да А они просто забыли Молодцы Молодцы ЦДС умеет строить Ровно-ровно Ровно-ровно Да Все так должно быть Он всегда должен Вот так Ой Сюда падать Для маломобильных Групп населения Что если тебе нужна помощь Ты звонишь И тебе прибегает С управления кто-то А это не работает Она не работает Никто не поможет Восемнадцатый этаж Вау Какая красота Вот следы протечки Ну да Гильзы не зачеканены Гильзы, кстати, да Да, гильзы не зачеканены Они чисто отвалились Ну не гильзы отвалились Я имею в виду Что пожарные эти Пожарная муфта Вот она, да Вот посередине труба Тише-тише, пожалуйста Чеканка Да, нифига нет Здесь тоже следы протечки Вот этот каркас Лишний похуже Достаточно Ну да, прилично Хорошо, что не насрали Да какая разница Главное, что дом-то сдан Как это все проверялось Непонятно Закреплено нормально Держится хоть Друзья, вот еще один коллектор Здесь все понятно Но Смотрите на плитку Да, она грязная В говнище не отмытая Смотрите Вот она пошла Линия плитки Опаньки А здесь у нас Плиточник был Бухой И решил Немножечко Так Волной пойти И она вот так Идет волной Почему это не сделать Было ровно Вот мне Честно говоря Непонятно Ну нифига себе Нифига себе Нет А нет Чудо не случилось Нет, чудо не случилось Оно просто Удоль стенки идет Так кажется Ну зато Вот здесь хотя бы Закрепили Да, похоже Да Нет слов Но это вообще Может целый дом Потечь Заплакать Ну вот А, вот Вижу Да-да-да-да Вода Стены кривущие Да, то есть они То есть они сами Это смонтировали С блока И не смогли Сделать ровную линию Это просто Вот такие Амурские волны Это позор Просто позор Все как обычно Так при этом Шкафу уже То ли это Такой качественный Шкафов Блин Его Его Я не знаю Шкафом должен Легко открываться Закрываться Уже не важно Да, уже не важно Главное, что Нужно открыться Один раз Уже открыть Пока что Вот как нужно Выходить Из своей квартиры Всегда одевайте Друзья Каску Если вы живете В доме АЦДС Ну здесь лучше Хриток Чем Отопление Ну тут Получше Да Тоже Вот все Все отвалилось Все пожарные Находки отвалены Как здесь проходила Пожарная инспекция Непонятно Ну стаканы Не зачеканены Там же должны быть Они Там должен быть Противопожарный состав Или Либо Шнур этот Специальный Негорючий Ни хера здесь нету После этого Закреплены Манжеты Две Две муфты Вон они отвалились С левой Все три Которые стояли Все три А и третья Тоже отвалились Супер Вообще Третья вроде Там немножко держится Не Оно условно Раствор На ней лежит Да Можно сказать Судержится По сравнению С остальными Но И вот это все Значит Для чего Друзья Вот эти муфты Нужны Для того Что если будет Возгорание При высоких температурах Там находятся Специальные гранулы Они сильно расширяются И полностью перекрывают Доступ Огня И дыма В трубы Чтобы не распространялся Соответственно Если не дай бог Будет пожарный А следующий этаж Вверх или вниз Ну здесь сгорит все Сгорят все этажи И где был МЧС Вот как они это не видели Я не могу понять У меня ощущение Что сюда просто Никто не приходил Это у нас Двенадцатый этаж Любители острых ощущений Кока-колы Что-то здесь с потолком Тут все аналогично Чайки только орут Вообще просто Лохмотья торчат Здесь Здесь Вау Какая красота Ну здесь хотя бы Более-менее Окрашено Но и то видно Что они как-то Намазали местами И вот видно Что где-то темнее Где-то светлее Почему все так сделано По-уродски Я честно говоря Не понимаю Мы находимся на двенадцатом этаже Сначала начинаем У нас идет момент По кривым коллекторам Все то же самое Начнут резинки Лопаться Из-за чего они начнут лопаться Чтобы просто все Из-за того, что давление Давление Тут ломается труба Вот на этом изгибе Потому что не в горизонте Все сделано Да Скрытая изоляция полностью Видимо у них уже были Какие-то моменты Инциденты Коллектора здесь Слава богу закреплены Но самое большое Вот это вот стояк Мы уже поняли Что это идет Скорее всего для того Чтобы мыть руки Ну не руки мыть Для того чтобы мыть полы А здесь изоленты Похоже Здесь отсутствует Запорная арматура Здесь ничего нету То есть в случае Если сейчас захотят Открыть в подвале воду Все этажи пойдут на дно Отсюда все потечет Все этажи пойдут на дно Потому что здесь просто забыли Здесь ни резьба не нарезана Ничего нету Посвети сюда пожалуйста Да Смотрите Друзья смотрите Что здесь Еще одна проходка Обвалилась Да Смотрите как Они похоже Вообще здесь не зачеканили Вообще ничего не было Даже не было Да И кстати Смотри Здесь видишь У них Они забыли Изначально Вылить Тех У них даже гильз нету Гильзы Которые должны Здесь они просто Просверлили И поставили Не гильзы И вот у меня сразу вопрос Госкомиссия МЧС Тут вообще ходил куда-то Никто не ходил Сколько пройдет времени Когда отсюда Начало течь Поэтому здесь и вскрывали Изоляцию И смотрели все это И на место не поставили Здесь аналогично В случае пожара На 11 этаже Сюда очень быстро Все приедет Ну момент Во-первых В первую очередь Пойдет дым Все начнут задыхаться И когда друзья Пойдет сюда дым Датчики не сработают Потому что здесь Защитные колпачки Пока он не прогорит Этот колпачок Представьте Сколько времени уйдет на это Она не сработает Здесь все сгорят нахер Люди уже заселились В этом Я не знаю Прокуратура Следственный комитет Здесь надо Жильцам быстро писать Чтобы вообще В живых остаться И не умереть В городе первых Как ты будешь Здесь накручивать Ну здесь накручиваю Нормально Со стенки Оттуда Бетон продолбит А здесь А где вот эта насадка Все правильно Как сказали Да Здесь должна быть Цапка И диафрагма Да Под которой Соответственно Они Накручиваются Шланги Которые здесь должны лежать И здесь его нет И здесь Да Просто Закручено хотя бы Не до конца закручено Воды нету Воды нету Не до конца закручено Воды нету Ну и конечно Вот это все искусство Не до конца реально закручено Это даже уже мелче В случае пожара Ничего не сделаешь Ничего не сделаешь Слушайте ну это жесть Да Как вас здесь угораздило Купить квартиру Вот так вот По незнанке Красивые брошюры То есть купили По красивым картинкам Да Очень хорошо говорили Менеджеры Что говорили Говорили что все будет хорошо Дома сдаются в срок Все четко Строят по правилам Строят по снипам И так далее В итоге мы получаем Что Мы получаем то Что в случае Если вы будете гореть Это все придет к вам Да И полное отсутствие Пожарной безопасности Шикарно Здесь хотя бы На личном марше Есть указатель Но вот это конечно Тоже говорит о качестве От застройщика Черные саморезы Серебристых наверное не было Ну вот Знаете Вот если бы меня сюда Привели закрытыми глазами Я стоял бы спиной Вот как сейчас стою К улице Чтобы я не видел где Я бы подумал Что здесь еще идет Реально стройка Да Я бы не подумал Что это сданное Здесь что У меня Красоглазие Вау Сданный дом Это сданный дом Бляха Муха Слушайте Тут вообще Клеема хотя бы есть Причем кстати Смотри Вот там две закрыты Одна нет Ну все Погорим Воды нету все равно А тушить не будет Никто Так зато Никто претензий Не предъявит Застройщик потом скажет Управляющий будет довольна Это вы сами Все сделали Это вы сами Господи Ну как Так Можно Относиться К своим клиентам Пятый этаж Нумерация квартир Тут все по фэншую Вау Вау В данном доме Ну что Еще раз смотрим Посмотрим Чем на себе А также отсутствие кранов Да Стейки Здесь закреплено Да Да Зачеканили Тут вообще Просто Посмотрим Наверху Ну не видно Где там зачеканили На самом деле Вата Вата там да Здесь вата да Не видно где зачеканили Здесь идут эти Компенсаторы идут Компенсаторы нормально стоят Вроде бы пока что Ревизии не закручены Вот рукой Ну да А здесь тоже зачеканка не сделана Вообще ничего Да Зачеканки тоже нету Ревизии не закручены Хотя бразилька есть на ревизии Все понятно Там вода течет Не будем открывать до конца В общем можно сказать Что мы пятый этаж спасли Да Здесь уже пустые кожи А вот эта с вами Вещь тоже самая Да я говорю Нету Запорной арматуры нет И все Да Сейчас подадут воду И он стакан По незнанке дадут воду Рыжавчина пошла все Кто-то по незнанке даст воду Из подвала Так а с этим Да интересно по этому коллектору Ооо закрыто Закрыто Вау тут закрыто Ничего себе Здесь подготовились побольше Вот это праздник Здесь открыто На скотче Не а здесь должно Это петельники Их надо просто раскрывать И его Суть работы в том Что он у тебя разжимается И сужается Он должен Но скотч здесь не должно быть Да Его нужно снимать Когда ты выводишь Ну Когда запускаешь воду Когда запускаешь воду Нужно его открывать На нем же тоже должно быть Путри пожарная мута Ее здесь нет Она должна быть И вот это самое Как установлено Это просто жесть Они не установлены Они до конца Упало Их просто туда Они не работают Да Да Все надо Приводить пожарную инспекцию Вот мусор Который будет возгорать И так далее Здесь все Воду они лучше крепят Ну здесь не особо играет роль Если они спаяли В ровных этих В ровных углах То спаяли То без разницы Желательно конечно Чтобы было ровно У нас на других объектах Этого не допускают Что было так криво Но в целом Переделывать это уже Никто не будет здесь Ну да Вот к людям уходят Получается Через отверстие В квартиру Ну там ни стаканов Ничего Ничего нет Здесь должны быть стаканы Противопожарные муфки Да Вот здесь тоже пену Просто подпенили Немножко и насрать Да Там деревяшки торчат до сих пор Так это вон куски опалубки Остали Да Да нет Деревяшки в перекрытии остались Вот Ну да Так это часть опалубки Они просто здесь ее оставили Просто не демонтировали Все А зачем Кто сюда полезет Кроме нас Никто Для подтверждения Автомы нажмите кнопку Думана Еще надо нажать Сколько раз можно нажать Так уже нажали Давайте еще Ждем Какого Ждем Куда мы едем Я не знаю Там прозвон должен идти Они должны ответить Вот на первый нажмем На первый нажмите Стоп Надо Не надо Не надо Стоп Все хорошо Проверка связи Проверка связи Нас слышно? Все в порядке Все работает Спасибо Спасибо Первый этаж Отсутствует Отсутствует Здесь А нет Зуммер есть Не закручено вообще Вообще Не окрашено Не накручено То есть представляете Сюда дают давление Отсюда просто В воду затопит все Дом введен в эксплуатацию Дом введен в эксплуатацию Совершенно верно И вот это первый этаж Вот такая красота В общем такая ситуация Что решили набрать 112 Чтобы соединили с МЧС И сообщить Что здесь Все то что вы видели Друзья Все очень плохо В общем конечно друзья То что мы сейчас с вами увидели Это мягко сказано Не в какие ворота Не дай бог здесь что-то случится Сгорит весь дом И никто к сожалению Не поможет Делайте выводы В прошлый раз Весь двор был закрыт Сюда было не попасть А сейчас открыто И можно посмотреть Что же здесь наваял застройщик Ну как мы видим До конца все не доделано Данный дом огражден Чтобы никто не заходил Тут какие-то металлические прутки стоят Ну в принципе наверное для ЦДС Двор достаточно смотрится неплохо Но если бы здесь было озеленение Если бы на столбах Не были бы частично демонтированы Окна для Обслуживания Была бы подсыпана Вот здесь земля А не такой провал А провал это говорит о том Что они плохо Изначально все сделали Фу Ну тут и запашок Ну вот здесь мы с вами Тоже можем обратить внимание Тут торчит арматура На детской площадке Это очень безопасно Вот она друзья Видите Не дай бог Какой-нибудь малыш На нее упадет Защитную пленку Не сняли Здесь мы с вами видим Я не знаю что здесь происходит у них Вот видите тоже все вровень с землей Все так и должно быть Если мы с вами идем дальше То видим у следующего Столба освещения Аналогично Молодцы Асфальтно-бетонное покрытие Вырезано Тут уже все туда упало Здесь Совсем тонненькое резиновое покрытие Ну и скамейки Урны Классно что есть для Настольного тенниса Настольные Эти столы Вот видите как качество Качество Вот это все Это они только открыли Только сдали И вот это друзья везде Вот оно Вот оно То есть Ну тут немножечко дети поиграют И на этом Закончится Это резиновое покрытие Полудохлые березки Все Похоже сейчас ливанет Надо уходить Субтитры сделал DimaTorzok Вот так друзья Выглядит современная новостройка Конечно же я понимаю Полностью опасения Тех жителей Наших граждан России Которые приобрели Здесь квартиру Внимательно смотрите Проверяйте объекты Смотрите объекты Которые уже сдал застройщик Общайтесь с жильцами Перед покупкой Недвижимости Или обращайтесь К настоящим профессионалам Друзья Рад был вас очень видеть Обязательно поставьте лайк Не ставьте дизлайк Поделитесь с этим Ссылкой на этой Видео Чтобы как можно Больше людей Увидело это видео И застройщик Исправил свой позор Ну а я как обычно С вами не прощаюсь А говорю До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok